Как вы знаете, я покупаю к себе в коллекцию пробные и редкие монеты Украины. Это могут быть разные монеты номиналом от 1 копейки, 25, 50 и, конечно, гривны. Так что ссылочка на мой телеграмм будет в описании. В этом видео я покажу вам пробную монету Чеканину на Луганском станкостроительном заводе, которую не встретить в обороте, и расскажу историю ее появления. На днях купил ее на аукционе в Виолите, на котором появляются действительно интересные и редкие вещи, подлинность которых подтверждают эксперты Виолити на форуме. Пожалуй, на сейчас это самая редкая монета у меня в коллекции монет Украины. В этом видео я покажу вам эту монету и редкие фотографии, и заметки работника первого монетного двора Украины Филюлько Александра Сергеевича. Благодаря его огромной работе по написанию книги появилось это видео. Он работал в цехе номер 40 Луганского станкостроительного завода. Ведь именно здесь Чеканились первые монеты независимой Украины, с 1992 по 1997 год. Ну что, поехали? Расскажу, с чего все началось. У нас с вами очень интересная история появления монет Украины. Поэтому, собственно, я и собираю эту тему. Мелочь, копейки, которую мы знаем, которая сейчас уходит из оборота, могли называться совсем иначе. Названий было предложено много. Резано, гроши, копы. В 1991 году были рекомендации Министерства финансов назвать стотинкой. Даже определили номиналы 1, 5, 10, 25 стотинок. Вес и диаметр. Дизайн грошей и копов начали разрабатывать художники Лопата и Максимов. На тот момент герб Украины Верховная Рада еще не приняла. Коллекционеры первым шагом стали называть монетовидный жетон, изготовленный в ходе отборочного конкурса среди предприятий Украины на размещение монетного двора. Отчеканенный в конце 1991 года жетон из нержавеющей стали имел на обеих сторонах одно и то же изображение, цифры номиналом 50 в обрамлении листьев и звездой над нею. Его раздавали чиновникам, курировавшим строительство монетного двора ЛСЗ. А его пуансоны, по словам инженера-конструктора Пономаревой, были уничтожены в 1996 году в ее присутствии. Количество таких жетонов вряд ли превысило 20 экземпляров. Кстати, набор коллекционер включили эту монету, но думаю найти оригинальную практически невозможно, так что придется добавлять в альбом копию. Получается у монеты появился реверс, но что размещать на Аверсе? На своей пробной монете для отработки чеканки можно было размещать что угодно, но специалисты были работниками монетного двора Украины, и они хотели, чтобы заводская монета говорила о государстве, в котором она была чеканена. Для этого нужно было изобразить герб, но на тот момент он еще не был официально принят, но думаю, коммунистическая партия была против трезубца. Проскакивала информация, что в качестве герба, возможно, будет принят родовой знак древнерусских князей Рюриковичей, трезубец, который был в 1918 году гербом страны. В одном из журналов в то время разместили изображение, в пояснении к которому утверждалось, что трезубец является монограммой, разложив которую на буквы можно прочитать слово «воля». Работники монетного двора и решили передать слово «воля» на гербе. В своих монетах специалисты нарисовали букву «О», в отличие от княжеского изображения, почти идеально круглой, а на второй стороне решено было изобразить цифру «1» в окружении листьев с лентой под ней и названием «Страны над ней». Получается, уже есть две монеты, но этого оказалось мало, и было решено сделать более крупную монету номиналом «50 шагов». Так называли ее специалисты и коллекционеры. Вот именно эту монету я купил. Такие монеты периодически появляются на аукционе, так что советую заглядывать, если вы себе такую хотите в альбом. Ну и честно скажу, монетка не из дешевых, мне пришлось поторговаться за нее. Вот сейчас вы ее видите перед вашими глазами. Работая над копиром «50 шагов», гравюр считала, что при создании предыдущих монет она допустила ошибку, сделав на обеих сторонах указание на государство. Получается два аверса, указание с стороны и герба с разных сторон. На копире аверса «50 шагов» она изобразила герб и изображение бусинного ободка, и убрав из эллипсной буквы «О» трезубца лишнее вплетение букв «В» и «Я». Затем вписав в центр пуансонов реверса цифры номиналом «50» в окружении дубовых листьев и колоссе в пшенице, с лентой под ними вместо слов «Украина». А на реверсе поместила дату чеканки 1992-й, но вынуждена была остановить работу, получив более срочное задание. После чеканки пяти семи экземпляров шагов было замечено, что бусины получились довольно неряшливо. Пришлось делать новый пуансон. Неизвестно, кто его делал, так как Митина в то время находилась в командировке в Москве. Герб на нем вырезан вручную, а не на копировально-гравировальном станке, как это делала Митина. Все цеховые монеты чеканились на гидравлическом прессе из различных имеющихся на заводе металлов, а их заготовки вытачивались здесь же, на токарном станке. Опыт, приобретенный во время изготовления, пригодится специалистам в дальнейшей работе по созданию пуансонов национальной монеты. Шаги Луганского станкостроительного завода проложили путь украинской монете. Друзья, если эта тема интересна, в описании к видео будет ссылка на книгу «Первый монетный двор Украины», которая есть в интернете «Созрешение автор». Напишите мне в комментариях, насколько интересно вам было это видео и стоит ли продолжать снимать подобные ролики. Ну что ж, давайте завершать. Всем пока!